Ну, у меня, знаете, что получилось? Меня, знаешь, в новый отдел перевели, и там 8 дам, представляете? 8 женщин. Ну, вообще, на любой вкус. Ну, а женщины, ну, и это же прекрасно, это всегда чисто, уютно. Знаете, так и мелькают эти челочки, там, ножки. А бюстик у Тосечки слева, ну, такой впечатляющий, она сама рассказывала, она, когда была у стоматолога, у них рот был открыт у обоих. Вот. Ну, она такая чудачка. Я говорю, Тось, как думаешь, почему это, зачем самолету пропеллер? Она, чтобы летчику не было жарко. А справа Леночка, ну, такая вообще модница. Вот, если с нее смыть грим, пропадет голова. Но чудачка, такая чудачка, говорит, вчера, говорит, в аптеке мне дали, говорит, просроченные памперсы. Приложила ухо, не дышат. Ну, а вообще так, знаете, глазками стреляют, чулочками сверкают, полный отпад. Я в раю. Через месяц продолжаю любоваться всеми подряд, значит, уже привык. Если, например, Тоська говорит, что она располнела, значит, надо сказать, что у нее идеальная фигура. А если Леночка говорит, что у нее душа не на месте, значит, перекрутились колготки. Так вообще интересно рассуждают, значит, считают, что настоящая женщина никогда не сможет выйти замуж за настоящего мужчину. Вот, потому что настоящая женщина, она сразу не соглашается, а настоящий мужчина два раза не предлагает. Ну, рассказал им анекдот, ну, почему, когда петух топчет курицу, он ее все время бьет клювом по голове, чтобы выбить все мысли об элементах. Похихикали, покраснели, ну и нормально, нормальные девчонки. А недавно, значит, сыграл с юристом Настенькой в бильярд. Ну, оба не умеем, но это и не важно. У нее, значит, ки сорвался, а она мне кием, значит, это, по животу. Зато потом извинялась. Ой, извините, я хотела по шарам. Через три месяца уже так ко мне привыкли, что уже стали меня принимать за свою подружку. Уже вообще никаких секретов. Узнал, что, значит, барменшу Зоеньку через интернет пригласил на свидание сам Роман Абрамович. Вот, правда, потом оказалось, что не Роман Абрамович, а Роман Абрамович. Не, ну он такой эффектный мужчина, у него такой, это, зеленый пиджак, это, желтые брюки, впереди эти розы, на спине попугаи. Но она говорит, что он ее очень любит, он ей говорит, что если она его бросит, он сделает себе хачапури. А экономист Эласька Комарова, Настя, долго думала, как назвать сына и назвала Роем. Ну, вообще, такое, да, мужественное, нормальное имя, да, Рой. Правда, в результате получилось Рой Комаров. У этой Элочки, кстати, очень сложный характер, и ее муж этот, Вадя, он с ней мучается. Она недавно говорит, представляете, мой Вадя мне брелок подарил, чтобы я сразу все ключи потеряла. Она ему, помню, при всех, значит, его спрашивает, вот, говорит, если, говорит, я с тобой разведусь, ты снова женишься? Он говорит, нет, потому что лучше, говорит, тебя не найти, а такую же не хочу. Через шесть месяцев я уже знал, что такое подтяжка, эпиляция, макияж, ботокс, золотые нити. И что, я извиняюсь, лифчик и трусики должны быть одного цвета. И что, настоящий мужчина должен говорить жене всего три слова. Люблю, куплю, поедем. Ну, такие впечатлительные. Могут вообще, вот, по любому поводу мелочи, стресс может быть вообще с истерикой. Леночка, знаешь, увидала в журнале фото своего мужа, сидящего за решеткой. Ну, сразу шмяк в обморок. Потом оказалось, что это его сфотографировали на фоне арфы. Через восемь месяцев я уже понял, что нет ничего ядовитее женского коллектива. Я, знаю, сказал, что у нашей бухгалтерши Авроры Петровны есть изюминка. Тосичка меня поправила. Вместо мозга. Элочка Комарова сказала душно, сейчас, говорит, хорошо, говорит, Карлсона с вентилятором. И Зоенька ей, у Карлсона, между прочим, кроме вентилятора, были и другие насадки. Юрист Настенька, мне вообще такое невежливое замечание сделала. Вы, говорит, неудачно стоите, говорит, подвиньтесь. Вы мне будущее загораживаете. Я говорю, Настенька, у вас батарейка есть? Она мне, вам в вашем возрасте уже от сети питаться надо. Вот правильно в народе говорят про таких, как Настенька, что если блондинке оторвать голову, она еще потом три дня будет бегать по магазинам. А тут меня назначили начальником соседнего отдела. Ну, думаю, возьму только мужичков. А потом, знаете, вот так подумал, так привык к причёсочкам, маникюрчику. Что? Взял на работу лапочек, солнышек, ласточек. И снова стали стесняться, скромничать, улыбаться. Всё-таки это факт. Ну, нет ничего лучше женского коллектива.